Это в принципе все мои телефоны, хотя они далеко не все мои телефоны. Примерно на 150 тысяч рублей их размолотил. То есть тут еще можно было докидать. То есть там были М-класс 65, Сименс, С-класс. Ну этот С-класс у супруги сперли. Мне пришлось кое-что и другое покупать, естественно. Ну и еще другие штуки были. Помните телефон сотовый? Сотовый, помните, да? Девушка по сотовому телефону болтала. С чего все это дело-то началось? Это еще началось с того момента, когда даже у Андрея Хиловского, на котором я работал, не было никакого сотового телефона. Все началось с 1997 года. Именно с того момента, меня товарищ попросил, и я купил себе сотовый телефон. Как раз после Америки. Купил себе А6 Сименс. Когда такие ценники были, звездец. Причем эти ценники были звездецовые. По цене доллара 6 рублей. Не помните такое. Зря, кстати. Это для тех, кто должен понимать, о чем будет речь. Было время. Было время, когда доллар стоит 6 тысяч рублей. Потом его щелкнули 3 раза. Зато он стоит 6 рублей. Тогда я купил себе телефон, естественно. Ну, так нужно было. Ни у кого еще не было. Про суть своей. Ну, за исключением тех суперменов. Вот. Да, было красиво. Вот они такие были телефоны. Ну, примерно такие же. Хотя, ну, это чуть позже появился, естественно. Вот. Супруге я вот такой купил. Потом уже. А себе вот такой купил. Настоящие Нокии, они так работали, было круто. Самый топ был, когда у меня было все реально и красиво. Вот этот телефончик. Знаете, сколько стоил? Штуку, бакс. Да-да-да. Это крутой телефон. Базара нет. Потом мы переключились немножко на другие технологии. Взяли себе. Вот я себе такой взял. КПКшка. Супруга взяла себе такой. Ну, мне чем вот эта штука нравилась, еще раз объясняю. Я здесь могу внедрать. Вот здесь клавиатура стояла. Видите? Да-да-да. Вот так оно и случилось. Ну, вот. А уже потом, потом уже пошли другие телефоны. Но я для себя пришел к выводу, что у меня больший вариант возникает вот с таким. О! Потому что я по нему звоню, понимаете? Я звоню по нему. И, в принципе, мне не нужно ничего смотреть. По одной простой причине, когда мы что-то внедряем вот из этого пирога, да? Это с какими пирогами вы еще будете вот с этой херней всей разбираться, поверьте мне. Я человек психованный, естественно. Да. Потому что мне это не нравится. Я люблю вот компьютер. Щелк, и все-все нормально стало, как бы, грамотно, спокойненько. А пытаться разбираться с этими компьютерами – это идиотизм. Ну, я считаю так лично. Почему сотовый телефон мне нужен? Потому что именно по сотовому телефону я должен общаться. Не общаться, не писать, не смотреть всякие дурдомовские штучки из YouTube, из всего остального. Я должен просто работать с ними. Но сегодня и сейчас люди перестали даже эти сотовые телефоны отвечать. Они такие скотины стали. То есть смысл сотовых телефонов сейчас уже теряется. Ну, по крайней мере, в этой дивной стране под названием Россия. Да. Но нас всех заставляют. Нас всех заставляют что использовать? Нас всех заставляют использовать интернет. А почему нас заставляют использовать интернет? Вова, сейчас мы про интернет будем немножко рассказывать. То есть воткнулась такая штука под названием госуслуги. Честно говоря, полное говно, полнейшее говно. Отмороженная штука еще та. Ну, может быть, вы не правы, а я, наверное, прав. И нас всех подключают. Возьмите интернет, воткните туда пятое, десятое. Я еще раз говорю, интернет, по сути событий, он должен быть бесплатным. Как это делает Илон Маск. То есть вы покупаете за 330 долларов его Starlink. Это единоразовый платеж, а потом используете себе бесплатно, естественно. Что такое интернет, по сути, событий? Да, конечно, это что-то идет в отсосе. Но я имею в виду электричество. Но вы же за это дело платите. Вы не понимаете, что вы за это дело платите? Объясняю. Для самых идиотов. Что вы сейчас видите? То есть я под освещением, да? У меня есть контровой свет, естественно. Я за это дело не плачу, я за это дело плачу. А когда мы, допустим, залазим в YouTube, вот, в YouTube идет отдельная статья. То есть она же используется как бюджетная структура. То есть там они пробуют и используют ваши материалы и добавляют туда дополнительные рекламные ролики. Не слышали, зря, кстати. Про это тоже надо понимать. То есть, когда вы должны пользоваться за интернет, это, наверное, такая структура, как у нас называется, двойное налогообложение. В чем наше двойное налогообложение? В том, что мы платим за машину, на которой не пользуемся. Она может просто стоять. Платим. А потом еще платим за бензин. То есть двойное налогообложение, такого не существует в природе. Но мы это дело молчим. Я не молчу, я про это сразу говорю, что это невозможно в природе своей. Но на нас, властям, насрать. Ну, вот такая ситуация. То есть это все, все, все было, есть. Естественно, может быть оно будет заряжено. Я даже не знаю, о чем идет речь. Но я использую сотовую связь именно как сотовую связь. Мне нужно позвонить, я звоню. Мне нужно позвонить куда-то дальше, я звоню куда-то дальше. Это не проблема была. Проблема была в другом. Проблема была в том, что никогда сотовая связь в этой дивном государстве под названием и Раша не стоила никогда дешево, естественно. Может быть она где-то других денег стоит, но в данном случае, если я не использую интернет, а я не использую интернет, зачем я должен за что-то платить? Зачем я должен платить за интернет как таковой? Ну, конечно же, благодаря Господу Богу он мне дал возможность использовать интернет. Вот эту штучку я купил в 1913 году. Ну, после того, как мне операцию сделали. Я поехал сразу же. Это очень старый компьютер. То есть даже нет видеокамеры. Здесь стоит XP. Во! То есть в 2009 года. Ой, в 2013 года стоит XP. Не верьте, сейчас покажу. И вы думаете, что этого мне не хватает? Да еще более как хватает. То есть я по сути событий решил вернуться на круги свои и показать вам историю города Магнитогорска. А именно история города Магнитогорска в моих информационных сюжетах. Там не только город Магнитогорск. Там я все свои вещи из-за рубежа открыл для вас, естественно. Что вы поняли, что можно в принципе ездить и мы должны ездить. И когда мне говорят, что вы не должны ездить, вы должны ездить в Краснодарский край. Я был в Краснодарском крае. Я увидел отвращение местных жителей к нам. Потому что они сидят и ждут, когда мы приедем, деньги отшельняем. Такого никогда не было. Я был в Краснодарском крае, в местечке под названием Анапа в 1984 году. В Анапе нас так кормили. Вау! Вот тогда было все немножко по-другому. Что сегодня, сейчас за 32, уже 33 год идет. Да, скоро. До 2024 это как раз 33 год рождения билиберды под названием коммунизм. О, коммунизм-то уже провалился. Капитализм, да-да-да. Причем такой своеобразный капитализм. Если честно, мне тот капитализм нравился, знаете, какого года. Да, нормально было. 1993 год. Когда все плюхались, я говорю, ребят, тогда не плюхались. Тогда за базар отвечали. А сейчас за базар не отвечают. Сейчас даже менты ничем не занимаются, поверьте мне. То есть я прошу что-то сделать, а уже полиция говорит, что как бы, ну, небольшой же. Идите вы, пася, пася, тебе-то чего? Тебе-то чего? Я говорю, во-первых, это есть то событие, нехрен лазить в чужой карман. Ну, я, может быть, прав, говорю. Или я не прав. И ничего не делается в пароде своей. То есть у меня дом спалили, тишина. Просто взяли, дом спалили. Я даже знаю, кто спалил. Какой-то из разряда наших товарищей, у которого с головой там все сложности. Ну, такие вещи тоже случаются, поверьте мне. То есть давайте все-таки определимся, что невзирая на качество тебя так же колбасит. Ну, вот, чтобы было понятно. Сейчас я YouTube запущу. То есть он, в принципе, нормально запускается. Машина, ну, грубо говоря, может быть, 2009 года. Не знаю, когда она работала. Вот, а то, чем я занимаюсь на телевидении, вот, основная часть моей работы была сделана еще до того момента, потому что, когда я женился, это было в 2001 году. Ну, тогда еще событие такое было, 11 сентября. А в 97 году я гулял рядышком с этими небоскребами. Так вот, на 11 сентября мы были в Турции, и они сразу бабахнулись. Вот это было клево. Абах. Ну, все, нормально же, все работает. Красиво, да? Вот сейчас немножко покажу, как она работает. Ну, чтобы было понятно. То есть, сейчас смысла переплачивать я не вижу. В чем заключаются проблемы? То есть, вот буквально смотришь, что есть, и больше ничего не нужно. То есть, вот посмотрел внимательно, человек кое-что рассказал, и больше-то, в принципе, не нужно. Другой вопрос, сколько мы за это дело переплачиваем? О, 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 будет отдельная тема. Давайте все-таки определимся, с чем я начал заниматься и когда я начал летать. Я начал летать, когда у меня не было никакого интернета, это был 2007 год в городе Магнитогорске. Ну, наконец-таки, тогда появились, это было красиво, да, 2007 год. Вау. То есть, было примерно в городе 5000 бизнесменов, которые говорили, Алексей, помоги, помоги. То есть, они понимали, что такое телевидение. Сегодня и сейчас бизнесменов не стало столько в городе. Бизнесменов упали в 10 раз. Сегодня всего 500 бизнесменов в городе Магнитогорске, которые думают, что они хитроковарные, хитрожопики. Ну, так будьте самыми коварными, хитрожопиками и ничего не получайте. Потому что, короче, в телевидении нет ничего в природе своей. Да, дорогие мои, это наша жизнь, а вы тупорылые чмошники. Ну, живите сами по себе. А те не тупорылые чмошники, к сожалению, они, ну, некоторые свалили, естественно, некоторые, некоторые вообще куда-то слились. Но все знают, что такое телевидение. Телевидение круче всех. Телевидение круче всех. Что вот здесь мы смотрим? Белиберда чистая. Ну, то есть полная чистая белиберда. Что касаемо того, что я вам говорю, да? Сейчас объясню. Я вам показываю большее качество и событийность. Потому что я работаю на телевидении. Я не занимаюсь вот этой дурдомовской хрени. Вот видите, смотрите, пожалуйста, вот меня попросил один товарищ. Почему я все это дело вернулся? Сейчас я с ним свяжусь, естественно. То есть, ну, некоторые люди, используя интернет, используя то, что дал мне Господь Бог, единый, всемогущий и лучший. Он дал мне возможность, используя интернет, найти то средство, благодаря которому я даю людям возможность жить. Жить я им даю возможность. Я прожил 11, ну, не, в 11 еще далековато будет. Сейчас, секундочку. Все-таки мы перейдем вот сюда. Щелкнем с ним. Очень хорошая штука в действительности. То есть, я всем объясняю. Говорю, ребята, живите, живите, живите. Глиобластома это реальная жопа. Хуже жоп не бывает. Это просто звездец. Вы должны это дело понимать. Он пока еще не лечится. Мы уже кое-что научились делать, но с глиобластомой, ну, будем считать так. Вы думаете, что мы не все умираем от глиобластомы. Ну, скажу по-другому. От глиобластомы умерли несколько таких интересных товарищей. Какие интересные товарищи? Жанна Фрискин, глиобластома. Не слышали про него? Зря, кстати. Михаил Задорнов, глиобластома. Не слышали? Напоминаю, это было глиобластома. Алексей Хворостовский, отличный тенор. Где он лечился? Он лечился в Германии. О, в Великобритании. Тоже глиобластома. Михаил Задорнов лечился где? Где он лечился? Он лечился к себе, туда поехал, в Латвию. Приехали. Жанна Фрискин лечилась где? Жанна Фрискин лечилась в Америке. То есть, это те страны, где я бы вам не рекомендовал лечение этих заболеваний. Потому что то, что связано с капитализмом, интерфиолетовое. Вы сдохнете, а денежки ваши должны быть у них в кармане. Вы поняли, о чем я говорю? Лучший вариант, это, конечно же, коммунизм. Я съездил в Китай. Там мне поставили укусы пчел. Это продолжение. То есть, это как бы дает вам жизни подольше. То есть, укусы пчел и живите спокойненько. А остальная часть, ну, все-таки давайте определимся, что укусы пчел не могут у вас бесконечно работать. То есть, я уже поехал на Кубу и там взял видотокс, опиеды голововых скорпионов, но они тоже не бесконечные. Я пытаюсь сейчас с людьми общаться. То есть, как бы ничего не получается, о чем идет речь. Ну, да ладно. Событийность у нас в другом. Событийность в том, что если мы не будем грамотно лечиться, используя наши средства, которые есть, естественно, можете посмотреть. Я это специально сделал для того, чтобы люди смотрели. Они смотрят. Ну, грубо говоря, людям 30 я уже помог. И дай-то Бог, чтобы они жили спокойно и ровно. Потому что мое желание сделать так, что раковое заболевание будет хроническим. И вы можете его лечить. Если вы не вылечите, это то же самое, что, допустим, есть другая вещь. Весь из той же оперы. Называется пневмония. Ну, не лечите пневмонию. И что будет на тот свет сразу же? Ну, клювенько. Ну, естественно, ребят, лечиться надо. Господь Бог дал нам возможность. Господь Бог дал нам замечательных товарищей под названием медики, которые нам это дело помогают. В любом другом случае информация в интернете, она для меня полностью отсутствует. Потому что как я могу, ну, я могу, естественно, посмотреть что-то, что-то, но сейчас я немножко пересчитаю по деньгам. Ну, давай включим вот эту хрень. Так, сейчас вот немножко посмотрю, сколько будет стоить газовая подписка. Сколько? Ну, очню, хайся, а что ты? Стоит года подписка. Какой журнал? Какой журнал? Ну, такой, праздник некий, качественный, техника молодежи. Нормальный журнал или вам наука и техника взять, или моделист-конструктор? Ну, что нужно? Давай техника молодежи, да? Техника молодежи. 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 Сейчас проверим. Интересная штучка, да, ведь? Техника молодежи. Подписка онлайн. Ну, проверим. Подписка. Журнал техника молодежи. А, вот, 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 пожалуйста. Сейчас посмотрим. Что, я идиотом, что ли, стал? А, стоять. Что-то как-то, ну, может быть, я стал идиотом. Хотя, с другой стороны, давайте еще немножко другая, погоди, Бене. Не торопись. Что-то меня какие-то ценники внедряют. Научи, по-моему, давай сейчас тут, вот, Почта России. Все, отсюда залезем. Раз, Почта России. Я-то думал, что может быть подешевле. Я же ничего не знаю, даже не стал бы говорить. Но мне так кажется, что она не может дорого стоить. С чего она должна бешеных денег стоить? Похожие издания. Ну, что, не будем ничего показывать? Окей. Нет, мне просто интересно, если честно. У меня вот такие ценники внедрились, блин. Просто жесть. Так. Так. Да. Да. Сейчас еще разочек. Ну, может, я тогда-то порывом стал. Сейчас проверим. Просто я ничего не буду говорить. Я-то думал дешевле. Я-то думал дешевле. Но если тут такие ценники. Цена с доставкой. Цена с доставкой. Финляндия. Зачем мне Финляндия нужна? По-русски все-таки. Да, по-русски. А куда? А, это стоп. Это получается, мы собираемся в забугорство и там нет дешевого удовольствия. Ну, значит, я дебилом стал. Ну, бывает. Видите, я всю жизнь говорю, что я не самый умный. Блядь. Да. Все. Все. Вот теперь спокойненько. Вот теперь спокойненько. Вот теперь спокойненько. Вот теперь спокойненько. Да, она стоит 220 рублей. Подписка. Вот, пожалуйста, ведь написано 220 рублей. Все. Я уже спокойно отношусь, потому что я понимаю, что где-то в Инстернете существует дебилы. Бибилы, их очень много. Так вот, журнал «Техника молодежи» один штук стоит 220 рублей. Вот. Один штук стоит 220 рублей. Я не знаю, когда оно перестало выпускаться, если оно в природе своей. Но оно стоило 220 рублей. То есть 220 рублей. Это дешевле, чем интернет. Вы его покупаете, и там мыслей умных будет не просто в разы, а в тысячи раз больше, чем вам используют это всякое полное говно. Типа Google, блин, типа всего остального. То есть для того, чтобы залезть в умные места, это еще очень сильно постараться надо. Она стоит дешевле, чем подписка, чем вы ежедневно платите за один вариант. Понимаете? Это бред. Ну это не бред, но это дурдом. Это дурдом. И вас к нему все выкатывают. Типа подпишись. На госуслуги будет все хорошо и красиво. Вы на госуслугах лазили? Нет? Ну объясняю. Для того, чтобы там зарегистрироваться, это вы четыре мохнатых хрена с себя сольете. Поверьте мне, так оно и существует. То бишь, как бы вам сказать, рано или поздно, рано или поздно, когда это дело случится, вот, я не хочу тратить деньги на интернет. Потому что, видите, то бишь, моя переплата по отношению к одному изданию стоит дополнительно 170 рублей. Это я лично переплачиваю. Потому что технику молодежи это вообще идеальный вариант. Для меня лично 100%. То, что должно быть. То, что должно быть. Вот там все умное, грамотное сделано для вас. И оно не работает как бы ради развлечения. Потому что, что касаемо Ютьюба и что касаемо всех остальных дивных новостей из разряда интернет, в которых сейчас тыркаются, ну, примерно, сколько вот этих человек, помните, да? Про ИП я рассказал, да? ИП это, в принципе, еще и папа и мама сделали. А сейчас в это ИП залазят их дети. Тупорылые создания, возраст, ну, меньше меня, наверное, лет на 10. Ну, как раз с той же оперы, да? То есть там в голове 0,10. Они еще не понимали ничего, где и что, и как зарабатывалось. Объясню, почему они не понимали ничего. Потому что я был в той опере, которая его сразу кормила. Это был 92-й год, как раз только началась. И мы сразу сделали что? В 92-м году? Это были очень хорошие года. Это были самые лучшие года. Это были года, за которые я спокойненько поднимал за месяц 100%. Да, 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 вы понимаете? И все жили вполне нормально и ровно. Всем было очень хорошо и красиво. Потому что все жили. И мы очень быстро весь город накормили. В тот самый момент были другие проблемки. Акции, херакции, хрень под названием этот ваучер, хуяучер. Вот. Который что сделал? Который, в принципе, развалил всю страну. Но ее еще до этого Горбачев разваливал. Это была отдельная тема беседы. То есть мы поняли, что что-то случилось немножко другое. Но тем не менее мы всех накормили. Да, накормили. Красиво было. Я в ларьках сидел, кстати. И пил столько того, что вы никогда не выпьете. И даже те, кто на 10 лет младше меня, они просто этого не понимали. Те, кто на 5 лет, они понимали. Но 5 лет это уже не то было. Потому что, грубо говоря, все это дело началось, когда мне уже наступило 18 лет. 18 лет как раз Советский Союз закончился. Потому что я в 18 лет собирался поступить в партию. Если бы это было все по-нормальному, то я, наверное, потом поступил бы, имея партию. Может быть, я не знаю, о чем идет речь. Но то, что устроил нам Горбачев, это была жесть. То есть, дедовщина. Откуда она появилась, понятия не имею. То есть, вот это дело. Понимаете, вот это все. Все это дело было сделано так, чтобы человек не пошел бы в армию. Хотя я хотел бы в армию идти. Ну да ладно. Не та событийность была. Потому что даже если бы я пошел бы в армию, мы уже бы к тому моменту закончили. Вышли бы уже из Афганистана. Я хотел туда. Ну, отслужил бы в армии. Там, кстати, было абсолютно нормально и ровно. Это было бы, допустим, с 91-го до 93-го я в году бы вырешил. То есть, я бы не залетел даже в Чечню. Понимаете, да? В 94-м году там с Чечнёй начались проблемы какие-то. Ну вот и все. То есть, как бы сказать, оно бы прошло. Но нет. Мне пришлось обучаться в Горном институте. Огромное спасибо моему человеку, который уже на том свете. Ну, там их много было людей, которые уже на том свете. Это были самые крутые специалисты Горного института. Ну, они не только были Горного института. У них... Они все были доктора технических наук. Это не просто так. Когда это нужно было. Николай Иванович Иванов, тот самый ректор города Магнитогорска, это был председатель моей завкафедры. И когда я сейчас смотрю, когда я помог тем, чем мог нашим двум товарищам. Ну, второму я не знаю, помог, чем мог. Постарались мы это сделать, естественно. Вот. И когда мне сейчас говорят, что будут какие-то проблемы, я говорю, ребят, я общался с людьми уже далеко за 80 лет. Они были настолько умными, насколько я был дебилом. Вот так вот. Ну, понятно, да? Вы понимаете, о чем я беседую? Конечно. И они были очень крутыми специалистами. Возможно, я бы, конечно, рекомендовал всю эту думу рассыпать. Оставить одного управляющего. Ну, в смысле, как было раньше. Генеральный секретарь ЦК КПСС. Вот его оставить и все. А дума нам ничего не пришла. Не привела, не сделалась. Вот такая фигня. И, конечно, рано или поздно вот эти дивные товарищи, которые не понимают своей жизни, то есть им просто папа и мама дали бабки, они что-то пытаются сделать. И пытаются сделать это, используя интернет. Я говорю, давайте сделаем все-таки немножко по-другому. Как по-другому? Вот так по-другому. Вот так по-другому. Не нужен интернет. Вы, конечно, все это дело посмотрите именно в интернете. Но, маленький нюанс. Самый простой и грамотный вариант – это работа с телевидением. Потому что вы что-то делаете, а оно у вас немножко капает. Посмотрели, вам еще и информация другого характера капает в мозги. Поверьте мне. Я понимаю, о чем идет речь. О том, что 90% случаев вам по ушам проезжают. Но вы смотрите умные сюжеты. Есть отдельное количество умных сюжетов. Есть. Ну, к примеру, до телеканала «Звезда» в Терра, где я сейчас присутствую в городе Магнитогорске, есть некоторые сюжеты, которые я вам готовлю. Почему я вам готовлю эти сюжеты? Потому что мы вместе должны понимать нашу суть и единость событий. Что у нас получается. Где мы не должны переплачивать. Где мы должны мозги свои включать. Потому что, я еще раз говорю, если вы думаете, что я сверхумный человек, да я такой же, как и вы, ничего сложного нет. Вы думаете, я не лажаюсь, что ли? Конечно, я лажаюсь. Я вот позавчера облажался. Понял это только вчера утром. Уже сделал немножко по-другому. То есть, не будем говорить, что существуют в человеке экстра-классы. Ну, есть отдельные. Ну, они в чем-то красавцы. Но не во всем. Мы работаем. Мы понимаем результат. Мы это делаем. Мы объясняем вам ситуацию. Вот, собственно говоря, и все. Но это работает ли на тех, либо телевизионных каналах, либо ютюбе, где что-то вам говорят? Нет, это не везде работает. Малость событийность немножко другая. Как бы вам сказать? Я никогда не буду наезжать. Хотя, в принципе, стараюсь это делать. Но с другой стороны, наезд не может быть жестким. Он должен быть умным. О, две разные вещи. Вы должны сами понять, на кого вы будете смотреть и с кем вы будете работать. Если это умный человек, то он задает вопрос. И всегда говорит, что вы, может быть, будете умнее, чем он. Вот и все. Это только ваше право. И, конечно же, мне бы не хотелось платить за то, что мне не нужно. По сути событий, мне что нужно? То есть, давайте все-таки определимся. Когда у меня интернет появился? Интернет появился в 2010 году. А до этого я спокойненько жил без, 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 вообще без интернета. И жилось вот так вот. Вот так мне жилось. И когда я купил себе вот этот телефончик, да? Вот этот телефончик. Это было в 2008 году. Вот этот телефончик. Еще раз говорю, вот этот телефончик вместе с Мерседесом 600. Вместе с Актионом, который, ну, пришлось мне продать. Потому что, ну, сложности были. Ну, просто в 2008 году я сказал, господа мои, вы пришли куда? Вы пришли к моему дому. Это мне сколько лет это было? Ну, если я рожден в 1973 году, ну, давайте посчитаем. Сколько мне было? Мне было 35 лет. Мне было 35 лет. В 35 лет, ну, у меня-то есть такой товарищ, который говорит, что ты должен прыгать куда-то. Я говорю, слышь, чё? Алло, гараж. В 35 лет я в топ. Я никогда не думал, что я куплю себе 600 Мерседес. Я никогда не думал, что я себе куплю Nokia 88.00. Это из той же оперы. Дорогие, удовольствие это было. Да, я никогда не думал, что это будет у меня лично. Я никогда про это дело не думал, но это дело случилось. И в 35 лет я залез в самый топ. Понимаете? Это был самый топ. Ну, куда ещё дальше прыгать? У меня был спортивный автомобиль. Я до сих пор себе сейчас его купил. Новый. Тот продал, сейчас новый. Тот уже буду восстанавливать. Это несложно. Это моя жизнь. Но вот люди, которые не дошли до топа, им ещё, может быть, и, может быть, они никогда в топы не залезут. Вот в чём проблема. Понимаете? Но им же хочется, хочется, хочется. А когда я был в топе, мне куда падать-то? Мне не надо падать. Я спокойненько в том же году, это был ровно год, уже взял себе самолёты настоящие. То есть в 97-м году, в 97-м, в 2007-м году, не в 97-м году, в 2007-м году я научился летать на радиоуправляемых самолётах. Я в 2008-м году сделал самый первый большой, ну, относительно большой, на хорошем двигателе радиоуправляемых самолёты я первым взлетел. То есть у меня есть вещи, которым я был первым. Не в курсе событий. Ну, два раза я был в конкурсе щечцов в городе Монетогорске, мы первым месте. Однажды мы играли, ну, не играли, это на картинге, я был первым в своём весе, где мы работали, на картинге. Это был городской осмотр тех, кто умеет ездить на картинге. Я там был. Ну, понты-то, понятное дело. Вот. То есть, ну, малость я ещё кое-чем другим занимался, но это уже отдельная тема. То есть, мне не надо ни о чём говорить. Это дело всё прошло. И я знаю, что существует падение. В данном случае мы упали на уровень примерно 1992 года. Всё, туда закатились. Потому что у нас есть такая штука под названием Наибулина и Наибанов. То есть, они каким-то образом думают, сколько мы будем получать заработную плату. Ребята, заработная плата должна быть у людей, которые работают. И когда мне говорят, что русский человек не работает, я говорю, ебало заткнули. Да, дорогие мои. Столько, сколько русский человек работает, ни один человек в мире не работает. Мы пытаемся заработать деньги. Бывшая моя занимается своими делами. Она также работает круглые сутки. Потому что денег нету. Вместо того, чтобы нормально напечатать деньги. Вы о чём нам говорите? Что мы где-то на пятом месте? Окей, давайте, пятое место. Ну, давайте, пятое место. Только когда мне говорят, что сумма, допустим, на нашу еду где-то дешевле, чем у где-либо. Я говорю, ребят, дешевле, чем где-либо, здесь должен был быть планшетик такой. Я его разбил, потому что я псих. Я идиот. Ну, такие вещи тоже случаются. Ну, не каждый же вам про это дело будет говорить. Я говорю, что я идиот, обыкновенное чмо, вонючка. Вы же помните, да? Вот это все телефоны, плюс ещё 150. А тогда телефончики стоили, ну, примерно 7 тысяч рублей. Ну, понятно, да, что здесь должно быть больше их телефонов. В два раза. Этот такой же телефончик, он просто упал. Я очень сильно молился. Я понял. Пойся, 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 и он упал. А я ненавижу, когда что-то ломается. Я сразу выкинул. Так вот этот телефончик я купил. Знаете где? Я его купил в дивной стране под названием Индия. Очень хорошая страна. Так вот, я его в Индии купил за 15 тысяч рублей. А он здесь стоил 45 тысяч рублей. Алло, гараж, у нас всё в порядке в этой жизни или нет, а? То есть мы, у нас всё в порядке, мы платим за копейки. Да какие копейки, блин? Это далеко не копейки. Я не буду говорить, что наша недвижимость должна стоить меньше, чем она где-либо стоила. Это вы с чего решили? Огромные капитальные здания, в которых, извините, либо вот такой слой кирпича, как в этом здании, либо не там большой такой слой, блин, это, шелководник, бетона. Столько нигде в такой жизни никто ничего не строит. Эти здания должны строить и должны работать, и цена у них должна быть далеко не маленькая. Вы понимаете, о чём я говорю? А вся форма одежды. Вот сегодня сейчас здесь тепло, а там на улице-то холодно. То есть это ещё и отопление. Плюс вы на улицу не можете в трусах-то выйти. А там, где я был, там всё-то люди в трусах ходят, блин. В трусах, в футболке, блин. Ну ещё шорты надевают, и всё. Это жизнь наша, жопная жизнь. И в своё время мне когда говорят, что у нас был товарищ, про которого я не знал в природе своей. То есть я когда обучался в школе, я не знал, что у нас был Сталин. Это только потом придурок под названием Горбачёв очередную шнягу решил устроить. И да, мы должны были смотреть. Я никогда Солженицына не читал. Я его не читал. Я практически не читал Льва Толстого. Потому что как его читать, когда это невозможно прочитать? Он так всё это дело расписывает. Нет, мне больше нравится по чесноку. Фантастика. Да, это мне больше фантастика нравится. Потому что там красиво, ровно, быстро и интересно, и очень много. Ну всё. Я не знал, что у нас был Сталин. А недавно я узнал, что Сталин сказал, что в таких житийских вещах, как у нас, да, температура вверх в них падает. И вы знаете, он сказал, что 50 лет должно быть пенсии. Так оно и было раньше. Так оно и было раньше. Так оно и было раньше. Так, господа мои. И самое забавное, что дивный товарищ Сталин, я не знаю как, но сколько мы живём в атмосфере жопы? Ну, примерно 33 года. А там за 7 лет, за 7 лет, то есть был 95-й год, о, прошу прощения, 1945-й год, и большая часть европейской структуры под названием Советский Союз, она была в таких, там её не было. За 8 лет. Даже быстрее. Мы всё это дело быстро-быстро восстановили. Если бы, если бы не пришёл товарищ под названием Гитлер, тварь, который убил моего прадеда под Москвой, вы не понимаете, да? А дед у меня воевал, естественно. Папин дед воевал. И у него были проблемки, потому что он воевал. Вы представляете, если бы это дело не случилось, то за эти 8 лет мы бы полностью закончили, полностью была бы закончена система получения жилья. Но тут случилась война. И поэтому, ну, не всем это сделали, ну, как надо же было восстанавливать то, что там случилось, да? Если бы не какие-то говнюки, я не знаю, о чём речь, но, ну, в 73 года он ушёл. Это было плохо. В 73-74 год. Естественно. Когда мне говорят, что он был своеобразным человеком, я говорю, это своеобразный человек вообще-то закончил духовную семинарию. А духовная семинария, это очень серьёзное использование. Я никогда, я недавно прочитал под названием Библия. Я знаю, что такое Библия. Библия — это в 90% разговор о Израиле, потому что Израиль должен был верить в Бога. Он говорил, верите в Бога, но они не понимали, естественно. И знаете, Библия — очень интересная штучка, надо вам почитать. Это первостепенная штука об истории нашей жизни. Когда нам говорят, что были 7 дней, я говорю, ребята, 7 дней там и 7 дней тут, две разные вещи. Там дни... Здесь, может быть, миллионы лет или миллиарды, там один день. Вы понимаете? То есть, там времени нет как такового. И всё. Но, к сожалению, не получилось. Но не получилось. Ну, чтобы вы поняли, да, то есть, за 8 лет Советский Союз восстановил всё. За 33 года Российская Федерация очень много чего похоронила. Вы не понимаете? Ну, для этого есть YouTube, естественно. Посмотрите, дорогу, получается. Старую дорогу, не современная дорога. Потому что современные дороги — это там, это называется, цензурировимость. А старую дорогу, ну, из разряда Якутска, Магадан. То есть, там стоят огромные дома. Не просто дома, а девятиэтажки. Не просто один дом, а примерно 40 или 50 таких домов. Они пустые. Они пустые. Мы теряем своё население. Благодаря тому, что это цензура. Своёобразная цензура. Ну, да ладно. Вот такая ситуация возникает. То бишь, в оконцовке сюжета. Рано или поздно это всё дело закончится. Мы не бесконечные. Рано или поздно я хочу сделать так, что я хочу платить за то время, которое я использую. И оно небольшое. Сейчас немножко кое-что закончится. То есть, сейчас закончатся эти дивные танки. Я бы, конечно, хотел платить те мелкие копейки, которые я использовал для перекачки всё это дело в интернет. И те мелкие копейки, мелкие копейки, я имею в виду не 350 рублей, а мелкие копейки. Может быть, вообще бесплатно. За то, что я залажу туда, где мне нужны информации для того, чтобы выжили. То есть, я борюсь с раком, естественно. Так и должно быть. Больше не надо. И самый бы лучший вариант, я бы просто купил бы себе подписку на умный журнал. Потому что я его никогда полностью не читал. Технику молодёжи я читал, ну, ориентировочно примерно процентов на 40. Науку жизни я читал, ну, процентов 10. Я серьёзно говорю про себя, не надо мне сказки рассказывать. Моделист-конструктор, ну, примерно на 70 процентов я читал. То есть, я никогда не читал полностью. Если кто-то будет говорить, что полностью читал, ну, наверное, всё-таки немножко фарерочек. Это невозможно было прочитать. Но это мне всегда давало мозги. Мозги, которые потом включились. Потому что я в своё время не ходил, не бродил, не разбирал чужие машины. Потому что это категорически запрещено. Вы разбираете чужие машины, что с вами будет? Потом будет суд. Вы разбираете чужие машины. Этого не надо делать. Не надо этого делать. Делайте что-нибудь умное. Что-нибудь умное я вам сейчас показываю. Пожалуйста, детишки, пап, мам своих напрягите, чтобы они бухали, как суслики. И выкиньте этот бредовые запасы под названием машины, которые стоят. Ну, сейчас, ладно, хоть недвижимость поднялась. Но когда машина стоила, как трёхкомнатная квартира, а люди её покупали. Это для чего? Для того, чтобы вы свои понты, ваши понты никогда не были моими понтами. Потому что я это сделал. Это случилось. Вы вряд ли до них дотянетесь. Потому что, если мы будем говорить про 600-ый Mercedes, 130 тысяч долларов, это примерно та сумма, даже чуть меньше. Потому что в моей голове, ну, вложено было 150-170 тысяч долларов. Когда мне операцию сделали, да? Вот, вот, вот. Ну, это вы не сможете сделать. Не надо к этому стремиться. Надо просто жить. Если у вас есть ребёнок, так дайте ему возможность существовать. Возможность существовать не стоит бешеных денег. Магазин «Орион» зайдите, посмотрите. Там всё стоит реальные копейки. Ребята, давайте жить нормально. Жить, используя телевидение. А ни в коем случае не интернет. Спасибо вам. Будем надеяться, что мозги-то у вас есть. Продолжение следует...